Всем привет! Сегодня видео, на которое вы же меня вдохновили, задавая вопросы, откуда у тебя тренч, откуда косуха, откуда очки. И все это базовые вещи, которые я с удовольствием ношу из сезона в сезон, они отлично на меня работают. Именно так я это все воспринимаю, то есть это набор вещей, которые спасают меня в любой ситуации, когда я не знаю, что надеть, когда мне не хочется заморачиваться, когда мне хочется попробовать какой-то тренд. Чаще всего я добавляю какие-то трендовые вещи именно в мой базовый гардероб. Если вам интересно, что же входит в мой базовый набор вещей на весное и лето, обязательно оставайтесь со мной. Начну я с по-настоящему незаменимой вещи весной, летом и осенью. Это, конечно же, куртка косуха. Я буду показывать вам то, что я реально ношу, то, что я могу себе позволить. И если бы у меня был неограничен семейный бюджет, то, конечно же, я купила бы себе все в люксовом сегменте, но на данный момент так. Я надеюсь, что мои подсказки вам пригодятся. Эта куртка была куплена на Answer, на какой-то большой распродаже. Это косуха от бренда Mango. Я покупала ее года три тому назад. И она все еще смотрится актуально. В ней нет никаких дополнительных деталей, каких-то наклепок, ремней. И она не слишком укороченная, при этом не чрезмерно длинная. То есть, я могу носить ее и с классическими нарядами, и также с чем-то более спортивным. Сейчас я, наверное, взяла бы себе на размер больше, для того, чтобы под нее можно было надевать такие объемные толстовки, которые я постоянно надеваю и на прогулки с детьми, и на тренировки. Поэтому, если вы сейчас выбираете косуху, то тоже советую взять на размер больше. Дальше, конечно же, классические тренчи. Я для себя выбрала песочный и черный. Свои я покупала в Заре несколько лет тому назад. И сейчас, если бы я искала тренч, я бы тоже пошла в Зару, в Mango и, возможно, заказала бы что-то на Asos. Подборку я обязательно оставлю вам в инфобоксе. Итак, по моим скромным впечатлениям, вот этот в бежевом цвете гораздо проще сочетать именно в повседневной жизни. И он смотрится не настолько нарядно. Черный я купила как раз на выход. И мне нравится вот этот искусственный воротник. Если вас он смущает, то он отстегивается. Но я ношу именно так. И когда я надеваю какое-то элегантное платье, это праздник, то я чаще всего выбираю именно черный тренч. Но если бы мне нужно было оставить только один, то однозначно это был бы вот этот. Он просто чудесно смотрится и со спортивной обувью, и с лодочками, и с лоферами, и с джинсами, и с брюками, с чем угодно. Можно также надеть толстовку под низ. Это тоже смотрится уместно в таком городском стиле. Мои тренчи сделаны из довольно плотной ткани. И они не продуваются, поэтому я не переживаю, что где-то там будет поддувать. Из аксессуаров у меня есть несколько любимых элементов базового гардероба. То, что постоянно находится на моем запястье в разных вариантах. Так как я являюсь амбассадором бренда Daniel Wellington, то эти часы есть у меня во всевозможных расцветках с разными ремешками. И я хотела бы рассказать вам о той акции, которая на данный момент актуальна. Сейчас на сайте Daniel Wellington очень классное предложение. Когда вы покупаете какие-то часы, то в подарок автоматически вы получаете ремешок, который подходит к выбранной вами модели. И также с моим персональным кодом Ося у вас всегда есть дополнительная скидка, которая суммируется со всеми акциями. Она дает 15% скидки на все модели, на все наборы. И вы можете воспользоваться ею как в интернет-магазине, так и в стационарных магазинах. Сейчас в Москве есть три точки стационарных продаж. Адреса я укажу также на экране. И сейчас вы можете приобрести часы Daniel Wellington на платформе T-Mall. И также еще с самого начала мне очень нравилась эта гениальная идея бренда, что можно купить один циферблат и потом докупать только разные ремешки и менять их в зависимости от сезона, от настроения. И акция, о которой я вам сказала, то есть часы и ремешок в подарок, действительно до 10 апреля. И лично моя любимая модель это часы с самым маленьким циферблатом. Здесь размер 28 миллиметров. Вот эти мне нравятся со светлым циферблатом. И также у меня есть черные с такими золотистыми элементами. Это прям абсолютные мастхевы. И всю информацию я оставлю вам, как обычно, в инфобоксе. Продолжаем. Очки. Это те очки, которые мне настолько запали в душу, что я купила их сразу и даже не думала о цене. Я покупала их в Beauty Free. Это бренд Tom Ford. Вы тоже часто спрашиваете, Оля, что за модель? Это Beatrice, по-моему, так называется. Опять же, все-все-все напишу вам. Они смотрятся просто шикарно. Они хорошо защищают от солнца. Они ничего не давят. При этом не растягиваются. Они слишком тяжелые. Они сползают с носа. И на голове хорошо держатся. Эти очки подходят ко всему. И стоят каждой копейки. Кто в современном мире может жить без джинсов? Лично я не могу. И если раньше я выбирала скинни джинс, то сейчас я предпочитаю джинсы на завышенной талии, более свободного кроя. То есть, что-то в стиле мам джинс. Но они бывают такими слишком объемными. Мне такое не очень подходит. Так как я не чрезмерно худая и не слишком высокая. И мне удалось найти несколько моделей, которые соответствуют всем моим требованиям. Одни из них от бренда Bershka, а вторые от Stradivarius. В них все прекрасно. И посадка, и также мне нравится, что есть несколько расцветок. То есть, классическая, чуточку светлее. И черные джинсы такого же плана. И они не такие, знаете, дубовые. То есть, в них можно свободно двигаться. При этом они не чрезмерно растягиваются. Те, которые я показывала из Stradivarius. Берите размер в размер. Потому что они чуточку свободнее будут сидеть. Через несколько недель вот эти из Bershka. Они как были вот такими. Спустя несколько месяцев сидят идентично. Так что, просто обращайте на это внимание, когда вы выбираете джинсы. Чем плотнее ткань, тем дольше она будет держать форму. И джинсы обожаю. И по моему мнению, именно такие джинсы вписываются в формат современного базового гардероба. Они хорошо смотрятся и с плоским ходом, с каблуком, со спортивной обувью. При этом у них как-то комфортнее. И фигура в таких джинсах смотрится более хрупкой. Конечно, в моем базовом гардеробе есть всякие кофточки и гольфы такого формата в разных расцветках. Я покажу самые любимые. То есть, это беж, серый цвет и черный. Если вы хотите что-то потеплее, то у марки Benetton есть классные гольфы с шерстью, с кашемиром. Массимо Дутти есть неплохие варианты. Также я заказывала несколько базовых вещей в магазине Коз. Если вы знаете, где можно приобрести качественные, при этом не слишком дорогие базовые вещи, то делитесь информацией не только со мной, но также с другими девочками. Вы знаете, база все равно изнашивается. На весной и летом, летом у нас бывает прохладно, я всегда покупаю что-то не с шерстью, а такие, знаете, тоненькие кофточки. И ношу их просто круглый год. Я думаю, что не нужно повторять, чем их можно носить, совсем тем, что сегодня показываю в видео. Брюки. Мне очень нравятся модели в стиле Chino's, которые продаются в базовой коллекции Zara. Они там недорогие. И чаще всего я просто беру свой размер, не примеряю. С лекалами они там не слишком часто экспериментируют, поэтому чаще всего я не прогадываю. Есть у меня вот такие брюки из их актуальной коллекции. Вы можете все вот эти вещи брать в каких-то других расцветках, более ярких. Но я показываю все самое универсальное. И этот цвет классно смотрится и с белым, с молочным, с бежевым, с черным. Даже я уже заказала себе леопардовые туфли с черной обычной водолазкой. Вот этими брюками будет смотреться так дорого. Я скажу вам честно, я немножко перенасытилась трендами. Я также смотрю на себя со стороны моих же видео. И мне кажется, что какие-то лаконичные сочетания одежды смотрятся как-то более благородно, что ли, более дорого. И, наверное, сейчас мне хочется стремиться именно к этому. Посмотрим, что из этого получится. Ну, так, просто какие-то наблюдения. Буквально в двух словах о базовых футболках. Если 8-10 лет тому назад все, ну ладно, не все, я так точно, покупала базовые футболки в H&M, такие в обтяжку, которые подчеркивали даже те недостатки, которых на самом деле нет. Потом я поняла, что нужно выбирать что-то посвободнее. И до рождения детей я покупала футболки с V-образным вырезом. А сейчас у меня душа чуть меньше. Ну, в общем, здесь видны косточки. И мне это не нравится. И похвастаться нечем на данный момент. Так что я беру все с такой довольно высокой горловиной. Модели, которые нравятся мне. Во-первых, я покупаю футболки из более плотного катона. Сейчас я видела в Reserved появилась премиум коллекция. Я собираюсь снять классное видео. Будем рассматривать что-то на сайте. Я буду заказывать и примерять. Короче говоря, такой немножко другой формат шоппинг-влога. Обычные я тоже обещаю поснимать. Мне очень нравятся футболки из манго. Но я так много их ношу. Что спустя 4 месяца, 5 месяцев приходится покупать новые. И вот кроме обычных белых футболок, я очень часто беру футболки или с надписью, или вот цветные с надписью. Как-то так. Мне кажется, что они живее смотрятся с жакетами, которые я очень часто ношу. Вот эту я покупала на распродаже. Вы тоже спрашивали, откуда она. Бежевая этикетку сняла, а шнурок оставила. И еще хотела сказать, что если у вас уже достаточно тепло, но в тонкой хлопковой футболке холодно, а в гольфе уже жарко, я вот нашла в Заре такие полугольфы, как бы это назвать. Ну, как бы и базовая футболка, и такая вещь сразу несколько в одном. Очень классно смотрится и с джинсами, и со всем чем угодно. Мы говорим о базе, то есть все вещи между собой классно миксуются. Хотела еще также поделиться с вами своей находкой. С удовольствием купила бы себе еще штук 5 таких же. Не знаю, где что-то такое сейчас продается. Короче говоря, в моем базовом гардеробе на данный момент нет рубашек. Мне кажется, что как-то так более современно жакеты смотрятся именно с футболками. И бывают жакеты такие, которые смотрятся нормально с любой футболкой, но есть определенные материалы на жакетах, которые с хлопком, ну, не особо. И вот в таких ситуациях я отдаю предпочтение, как бы, видите, это такая блузка, блузка-футболка, что ли. Сзади она хлопковая, то есть в ней не жарко, а спереди она смотрится более нарядно. И вот когда мне хочется выглядеть чуточку наряднее или как-то более собранное, элегантное, я выбираю эту футболку. Одну из них я испортила в стиральной машинке, а вторую прижигла утюгом. Поэтому тоже ищу такие, если знаете, где купить, делитесь. Я думаю, что вы и так догадываетесь, что я могу сказать по поводу юбок. Если я хочу выглядеть более женственно, как-то элегантно, то я всегда выберу юбку миди. И мне очень нравятся плессированные юбки. Сейчас они модные, но для меня они также являются частью моей такой капсулы, скорее даже. Мне не очень идут юбки и карандаши. У меня есть джинсовая любимая и также есть в стиле сафари. Вот, да, она могла бы входить в мой базовый набор, но я не так часто ее ношу, поэтому я просто упущу этот момент. Но не могу не вспомнить о платьях длины миди. Есть такие модели, которые и в пир, и в мир. Если выбрать такое однотонное, не принтованное, и желательно не в обтяжку. Так как, знаете, часто надеваешь платье вроде как карандаш, все так красиво смотрится. Потом выпьешь два стакана воды, что-то съешь и выглядишь как на пятом месяце беременности. Поэтому лично я выбираю что-то посвободнее, чтобы чувствовать себя комфортно, наверное, так. И мне очень нравится вот это платье на запах от бренда All We Need. Было миллион случаев и поводов надеть его в течение этих полугода, наверное, где-то в начале осени я заказывала это платье. Мне оно настолько нравится, и расцветка здесь очень удачная. Она хорошо смотрится и зимой, и летом, и весной. В общем, в любое время года, если хотите что-то поярче, вообще не вопрос, у них есть все расцветки, которые могут прийти вам в голову. Так что цвет это исключительно дело вкуса. И кроме этого платья на запах, у меня есть классические платья миди. И вот это, знаете, такой вариант, что можно пойти и на свидание, и на работу, и на праздник к ребенку, и на знакомство со свекровью, куда угодно. Везде и всегда это платье будет смотреться уместно. Кто дождался момента о жакетах? Я признаюсь и не каюсь, я человек жакет. Я обожаю этот элемент гардероба. У меня есть разные, из разной ткани, в разных цветах, и с шортами, господи, с джинсами, с брюками, с чем угодно, даже с платьем, с сарафаном. Я всегда и везде ношу жакет. Я ничего не могу с этим поделать. И есть у меня вот такой, который я купила в Массимо Дутти. Сейчас есть и классические варианты, и вот такие близкие классики, как можете понять. Но все же эта расцветка помогает носить конкретно этот жакет со столькими цветами, что просто не знаю, я что бы ни взяла, даже сейчас я могла бы поверх этой кофты надеть этот жакет и смотрелось бы нормально. Здесь и рыженький, и розовый, и голубой, и бежевый, светло-бежевый, более темный, еще и синий. Короче говоря, тоже такая вещь, которую я выловила на распродаже. И сейчас вот в Манго есть хорошие жакеты, опять же в Массимо Дутти, на Асос есть классные. В общем, все вами любимые интернет-магазины, Ла Мода, Ансвер предлагают что-то такое. И просто мне кажется, что клетка, она всегда так благородно смотрится, освежает. И если берете темную, да, то она будет смотреться, как мне кажется, более официально, что ли, более строго. А такая светлая, моментально освежает, и светлые жакеты, это то, что мне очень нравится. Если бы нужно было выбрать один, я взяла бы вот такой в клетку. Как-то мало кто об этом говорит, но для меня это настоящий мастхэв. Я показывала вам худи из плотного материала, они неубиваемые от бренда Nakitano. Не дешевые, но они настолько классные, что я от души вам советую. Я не знаю, где их можно приобрести. Сейчас нет интернет-магазина в Польше, возможно, в TK Maxx или Picant Kloppenberg, по-моему, так называется этот магазин. Но там редко бывают какие-то классные, выгодные предложения на эти худи. Если хотите, можете потратиться, то поверьте мне, что они не просто вас не разочаруют, вы будете носить их с каким-то колоссальным удовольствием. Многие мои зрительницы покупали. Но что касается варианта подешевле, это чуть хуже материал, но сама форма и вот этот логотип, вообще сама философия бренда Levi's или Levi's, как вы произносите название этого бренда, я по-разному. Худи – это тот элемент базового гардероба, который, вы знаете, обязательно должен быть. Почему? Если ты просто выбежала из дома, надеваешь худи, если едешь в поездку, надеваешь худи, если, может быть, прохладно в самолете, берешь с собой худи, если идешь на прогулку с ребенком. Худи – худи с джинсами, худи с брюками, худи с юбкой миди джинсовой, с чем угодно. Мне нравятся универсальные расцветки, и вот это белое является одной из моих самых-самых любимых. Весна, лето и осень – это однозначно сезон всевозможных кардиганов, и я не знаю почему, но кардиганы конкретно у меня в более ярких расцветках, есть еще и зеленый, и кроме всего акрилового, что продается в масс-маркете, я хотела бы показать вам вот этот. У меня вот это шерстяной кардиган, но можно купить, заказать из хлопка. Очень красивая палитра, у меня есть еще лиловый, и вот лиловый смотрится замечательно и с белым, и с синим, и со всеми практически цветами. В общем, розовый, лиловый, вот этот баклажановый, если вам нравится что-то потемнее, что-то более строгое, но баклажановый, он тоже такой универсальный, как ни странно. Вот тоже на такую погоду, когда вроде уже тепло, но может подуть ветерок, или вечером прохладно, но в тренче жарко. Короче говоря, я считаю, что кардиган должен быть в базовом гардеробе 2019 года. Прежде чем мы перейдем к обуви, я покажу вам два оставшиеся аксессуара. Первый из них это сумка от бренда Кочаровская. Я покупала ее летом, и тогда это была самая маленькая сумка, то есть есть еще и формат побольше. Я не знаю, как там с международной доставкой, можете сами посмотреть. Также не могу сказать, что как бы исполнение качества этой сумки на твердую пятерку. То есть если сравнивать с люксовыми, или middle market, наверное, так, типа там Michael Kors, Furla, то все-таки они сделаны более аккуратно. Я не заметила, чтобы эта фурнитура как-то некрасиво изнашивалась. Да, есть царапины, да, здесь не самая удобная застежка, но она настолько стильная, я не хочу менять ее ни на одну другую. Мне безумно нравится размер. И вообще вот эта вот ручка, она широкая, она вот и грубая, и женственная одновременно. Я балдею от этой сумки. Тут уже выбирать вам я всего лишь показываю то, что служит лично мне. И последнее из аксессуаров это ремень. Ремень от бренда Mango. Я вот только сейчас заметила, что он немного поцарапался и чуточку потемнел. Но мне так даже больше нравится, потому что я сомневалась, покупать его или нет. Он мне казался слишком каким-то таким блестящим. Этот ремень к чему угодно. Я взяла сразу себе побольше, проколола несколько дырочек, пробила для того, чтобы его так стильно закручивать. Я постараюсь найти какие-то кадры, где я носила те или иные вещи, чтобы вы посмотрели, что это не совсем скучно. То есть смотря с чем ты все это будешь сочетать. Черный классический ремень. У них сейчас есть что-то похожее. Можно взять пряжку поменьше. Но такой ремень я ношу не только с джинсами, не только с жакетами, но еще и поверх свитера. Или же недавно я надевала свою юбку, такую а-ля сатиновую. Или это сатин? Сатин я даже не уверена. Из H&M. Вольф и тоже подвязала, подчеркнула талию при помощи этого пояса. Для меня это такая вишенка на торте. Когда смотришь, все хорошо, но чуточку скучно. И так раз и все встало на свои места. Обувь. Я заметила, что в последние несколько лет вместо балеток я очень часто надеваю белую обувь. Такого спортивного плана. Сейчас у меня в руках очень старые конверсы. Они только после стирки. Да, я стираю кожаные конверсы. Я делала это, ну не миллион раз, но достаточно раз, для того, чтобы сказать, что они не развалятся. Моим конверсам уже года три, наверное. И тогда я еще думала, стоит ли отдавать столько денег за кожаные конверсы. Стоит. Но учитывайте, что для кого-то это не самая удобная обувь, потому что они жесткие, они тяжелые, и нога в них может смотреться чуть-чуть как лыжа. У меня есть еще одни кроссовки. Они кожаные, они от бронда Рибок. И я найду для вас похожие модели, но они в стирке. Они не успели высохнуть, и нужно это было бы еще все зашнуровать. Поэтому простите, пожалуйста, но в примерке я еще раз покажу вам, как они выглядят. Смотрятся очень аккуратно, аккуратнее, чем конверсы. Просто говорю, что такая классическая спортивная белая обувь для меня это номер один в моем базовом гардеробе. Лодочки. Вот когда я работала в офисе, это была моя повседневная обувь. Я очень люблю, как вообще не только нога, а фигура в принципе смотрится в классических таких простых лодочках. Они у меня были во всевозможных расцветках. Даже когда была зима, я приезжала на работу в сапогах и переобувалась, потому что мне было жарко. Это основная причина, но лодочки, это любовь навсегда, они навсегда останутся в моей жизни. Сейчас у меня не так много идеальных лодочек. Я всегда выбираю такой не слишком высокий экстремальный каблук. Для меня это устойчивая высота. И, господи, сколько всего я пережила в этих лодочках. В одних и во вторых вам словами не передать. Очень люблю польские бренды, такие как Джина Рости. Точно на Ансуру они представлены. Есть каблук поменьше, но вот у них очень аккуратный носик. И сейчас в Резерв тоже есть неплохие варианты, но все-таки качество исполнения здесь гораздо-гораздо лучше. Здесь такая удобная колодка, а Резерв не знаю, но я пока Резерв, вы говорите, да? Просто это польский бренд, и здесь говорят Резерв. Так что, простите, кого это раздражает? Эти лодочки были у меня в замше. И также есть в серебре. Вот эти я недавно купила, потому что это те лодочки, которые надеваешь, и ты чувствуешь себя как в балетках. Внутри тоже кожа. Это тоже второй польский бренд Казар. И у них есть половинки, так же как у Джина Рости. Если вы живете здесь, это не дешевые туфли, но господи, они настолько удобные. У них есть еще выше, там прям такой каблук, что в них страшно стоять. Этот же такой вот в меру, как бы смотришь, ого-го, но на ноге практически не ощущаются. У меня 37,5 есть в лаке, есть в коже, ну то есть это тоже кожа, но просто гладкая матовая кожа, разные расцветки. Я не могу поймать такие же, только в беже. Они чуть-чуть отдают в розовинку. И эти туфли я надевала на всевозможные вечеринки, на свадьбы, на красную дорожку. Приехала стилист, выбрала для меня черное платье, говорит, у тебя есть идеальные лодочки. Вот смотрятся очень дорого. И на ноге просто как тапочки. Они мне ни разу не натерли, внутри также есть кожа. И господи, это идеальные лодочки, черные я тоже у них не поймала. Так что купила Джина Росси в Outlet, и одни и вторые брала. И последняя пара обуви, которую я забыла принести, но это лоферы. Это то, в чем я могла бы ходить каждый день. Черные лоферы это One Love. Я по-другому не могу сказать, они подходят ко всему. Сейчас в Zara есть очень хороший вариант. Я признаюсь честно, что я заказала себе, но там с размером проблема, потому что 37 как бы жмут, а 38 слишком свободные. Я просто хотела бы купить себе кожаные лоферы на смену, так как я знаю, что я очень часто в них хожу. И это не Gucci. Если бы могла, купила бы Gucci. Мне кажется, что они были бы более такими стойкими. А мои из Massimo Dutti, скорее всего, после этого сезона придут в негодность. А без этой пары обуви я никак не представляю себе свой базовый набор одежды. Я надеюсь, что вам было интересно, что это видео было полезным. Не забудьте поставить пальчик вверх. Я, как обычно, постараюсь для вас найти или те вещи, которые я показывала в видео. Если это что-то очень старое, то максимально похожее. Спасибо вам за внимание. Всех целую и обнимаю. Пока-пока.